Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Slap Battle. Для этого нам, как всегда, требуется сам скрипт и чит. Получить их можно очень просто на моем личном сайте. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом убедительная просьба, все, кто заходит на сайт, нажмите хотя бы один раз на любую из этих реклам. На сайте самом побудьте буквально 5-10 секунд, и можете, в принципе, оттуда выходить. Так, далее, заходим во вкладку Exploits. Значит, смотрите, если у вас нет чита, в этой вкладке вы его скачиваете. Так, что-то у меня интернет плохо грузит. Вот, все, загрузил. Вот. И скачивайте любой из этих читов. Тут всего лишь их два, возможно, будет потом еще больше. Splash используется наподобие с ключ-системой. Там нужно будет перейти на несколько сайтов, и после этого у вас чит откроется. Также видео, как скачивать Splash, у меня есть на канале, можете найти и посмотреть. Стар полностью работает без ключа. Просто вы его скачиваете и открываете. Далее, возвращаемся обратно, и в поиске пишем Slap Battle. Нажимаем поиск. И в сегодняшнем ролике буду показывать третий по счету скрипт, где 149 скачиваний. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее, еще раз скачать. И вот он и появляется, этот скрипт. Как видите, все очень просто. Далее, открываем Roblox. Потом запускаем чит. Сегодня буду показывать Splash в этом ролике. И скрипт лучше всего работает с DLL от Carnail. Значит, заходим в настройки и включаем, ну то есть выбираем Carnail. Этот DLL работает с ключом. То есть, у вас, короче, появится окошко. В том окошке вы копируете ссылку. Далее, в фейсковую строку в браузере ее вставляете, проходите капчу. Далее, вас перекидывает на сайт. Ждете там 15 секунд. И потом опять заходите по этой ссылке. И так нужно, короче, сделать 4 или 5 раз. И, короче, на последний раз у вас уже покажется ключ. Вы его вставляете в это окошко, нажимаете Enter. И все. И у вас происходит инжект. Так, ладно. Нажимаю, значит, на кнопочку Inject. Ждем, пока заинжектимся. Ключ я уже получал, так что у меня все без ключа работает. Далее, вставляем сюда скрипт, в чит. И нажимаем кнопочку Exclude. Все, вот он появился. Функций здесь, в принципе, довольно много. Ну, буду показывать самые основные вообще, которые я даже знаю. Вот. Значит, заходим в Normal Arena. Включаем Kill Aura. Дистанцию ставим на 20. И анти-рагдолл ставим. И, как видите, я без остановки делаю удары по другим игрокам. И они меня тем самым не могут выкинуть вообще никак. Потому что рагдолл, он, получается, вас спасает от выкидывания за карту вообще. Сейчас, если меня ударят, я покажу, как это работает. Но, скорее всего, даже меня никто ударить не сможет. Вот. Ну, эта функция, если что, работает так, то что, если вас ударяют, вы просто на месте одном остаетесь. Вот сейчас что-то не сработало. Странно. Ну, ладно. Заходим еще раз. Тестируем. После убийства вообще эта функция работает или нет. Да, как видите, после убийства все тоже работает. И вот я на одном месте остался, когда меня ударили, как вы могли заметить. Так, все, мы его, в принципе, выкинули. Отлично. И давайте посмотрим, что здесь за функция еще есть. Пока что это все выключим. Давайте зайдем в автофарм. Есть какой-то боб автофарм и слэп автофарм. Также какой-то выбор. Это, скорее всего, либо перчатка, либо не знаю что. Давайте поставим гост. Заходим сюда, включаем слэп автофарм. Ага. И, как видите, получается, просто тп-хаюсь к игрокам. А если выберем другое, анчор, допустим. Ну, короче, как-то срано работает, но самое главное, что это работает вообще. Значит, выключаем. Я куда-то улетел. Быстрее будет, я думаю, сделать резать, потому что пока долечу до границы, чтобы умереть, это будет очень долго. И включаем боба автофарм. Смотрим, как он работает. Ну, вроде бы ничего не происходит, как я вижу. Да, ничего не происходит. Окей, значит, выключаем. Идем дальше, включаем комбат. Смотрим, что здесь у нас есть. Ignore Friend. Это, получается, вы не будете атаковать друзей. Ignore Reverse. Не знаю, как это переводится. Это тоже что-то игнорируется. Anti-Chase. Не знаю, как это переводится. Можно, в принципе, включить, посмотреть, как это работает. Anti-TimeStop. Включаем. И Anti-Rapers. D-Time Mark. Смотрим, что сейчас будет происходить вообще. Ждем, пока нас кто-то ударит. Угу. То есть, это тоже более-менее нас спасает. Как видите, когда нас ударяют, я просто взлетаю вверх на этом же месте, где меня ударили. И, по идее, меня выкинуть никак не могут. Как видите, я сейчас в воздухе парю. Ну, в принципе, прикольная функция. Можно все, в принципе, anti- вот эти штучки включить. И, по идее, вас уже выкидывать никто никогда не сможет. Ну, почему-то я сейчас застрял в воздухе, как видите. Все-таки, наверное, лучше использовать это все по отдельности. Ну, как по мне, самая лучшая функция это Anti-Ragdoll. Так, делаем Reset. Смотрим, что здесь еще есть. SP есть у нас. Так, почему-то здесь заспавнился. Странно. Почему-то меня на спавн не перекинуло. Давайте сейчас умру. Еще раз. Давайте посмотрим, что здесь по SP. Включаем Gift SP. Это, получается, SP на коробке, которая находится, наверное, на карте. Но почему-то я не вижу. Возможно, я не сюда зашел. Окей. Reach SP. Тоже что-то ничего не видно. Окей. Hide Visual. Тоже пока ничего не видно. Показывать Invisible Players. То есть, как я понял, когда человек в Invisi, вы его сможете увидеть. Ну, не знаю, как тут вообще Invis работает. Так что, хз. Ну, оставшиеся функции, я думаю, все сможете сами проверить. В основном я показал те функции, которые я, допустим, использую. Это вот самое нормальное. Получается. Hide дистанцию ставите 20, включаете Anti-Aragdoll и Kill Aroha. И, по идее, вас выкидывать особо-то никто им и не должен. Будет. То есть, вы можете даже крутых чуваков с легкостью выкидывать у кого намного лучше перчатки. Ну, ладно. В принципе, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также пользуйтесь моим сайтом. Ссылочка на него будет в описании. На этом все. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok